что спустя два часа сна мы готовы опять бой друзья попробуем час немножко полететь спал конечно так странно найти провалами такими глубокими подскакивать что-то вот так что погнали и 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 что 5 лет тронулся товарищи избиратели опять мы едем спустя два часа и и и конечно нормально кстати очень странно но видно может потому что отдохнувши этой ночью так не получится очень прикольно место это не track stop может он когда-то был много лет назад но сейчас это просто паркинг и легко может человек остановиться поставить здесь место и тракт бесплатно недалеко от бостона берем теперь пошире самая обычная проблема скажем это у нас когда ты сильно резко завернул у тебя вот бордюр он там может коснуться может в это не видите но суть того что ты большом зеркале не видишь а мало видишь то так она отдаляет что не входишь нам сейчас надо 36 миль проехать до пленже там умоемся покушаем и еще два часа езды до первой выгрузки в туалет умыться и погнали дальше какой-то чувак спроектировал колонки ну согласно объезда но поставил их другой стороной в итоге вроде кажется простая схема же с этой стороны есть колонка там платишь потом на эту колонку а он не работает я только что пытался шланг не дать не тянется и в итоге блин какой-то бред все я не могу заправиться мне надо развернуться а выезд вот там это не заезд чё делать хрен его знает люди что такое почему вы так придумали просто надо было колонки повернуть другой стороной обычно как происходит и просто нажимаешь и пускается этой колонке утром как проверка на прочность моих нерв короче я был на той колонке не получилось я был на этой колонке не получилось короче тут не нажимается некоторые кнопки такие бывают глюки и это конечно жопа это третья моя колонка а потом дальше заправок принципе очень мало будет вот смотрите не нажимается скип ладно давай дэв хер с ним быстрый завтрак друзья супчик чтобы не терять время все во время движения да друзья прикольная тема конечно вот отлично что по полусонный не осталось 48 мили до 1 выгрузка вы почти доехали но и состояние такое странное ты как будто летаешь в космосе такое что-то мир интересное но при этом очень такой весь какой-то я активно очень научит разговаривал с друзьями прямо от меня столько энергии информации выходит и забавно я спал два часа каких-то арбайта нарбайта но зато сегодня сейчас мы загрузимся у нас три машины на выгрузку две точно есть на погрузку и все и пока что пока что что-то тихо правда еще ехать и ехать на блин каша долго и тяжелая была дорога так радостно что я уже приехал сейчас остается только где-то припарковаться завернуть а еще до поворот один и все и мы выгружаемся первая выгрузка по крайней мере разгрузили только сейчас думаю отпускать машину это авдюк или нет что вы должны а я хотел бы бы жить на манхэттене друзья вон нью-йорк у нас нью-йорк нью-йорк вот так то и трафик друзья четыре полосы еле едем едем мы в сторону нью-йорка о джорджи вашингтон бридж класс прокатимся по мосту теперь идем кстати по 95 дороге о точно это же какой-то крутой мост по которому мы по идее с вами уже под ним ходили теперь будем ездить на нем смотрите как интересно что есть оплата есть естественно который автоматический е-пас и пробка просто нереальная как замена происходит тросов уже какие-то он висят интересная система обновление моста 6 вот еще происходит после бомбежки старый город у меня навигатор все пытается вести по самому короткому пути по которому нельзя ездить а здесь вот это как раз таки так называемая это такие трущобы только из бетона и стали очень много домов но здесь в основном чернота живет мы кстати где-то в бруклине и все не ошибаюсь пробка подала продолжает меня тестировать не знаю испытывать нам еще предстоит ехать целый час а я уже опаздывал договорились всем что приеду в итоге я уже 8 надеюсь что успею разгрузить машину иначе это друзья будет фиаско но я уже в любом случае не успею сегодня забрать машины поэтому придется ночевать это знаете возникает вопрос а надо ли было ночью валить для того чтобы в итоге сейчас опять сидеть ждать ну то есть все равно придется ждать до завтра вряд ли вы это друзья помните потому что на раз сложно будет вам наверно узнать все же вы не столько провели сколько я это тот населенный пункт где купил лодку вот этот какой-то центр и вот этот городишко в котором я пролазил почти два месяца тут началась моя история яктинга и прикольно что спустя всего лишь каких-то 9 месяцев я проехал он мы видим воду по которой я уже и выходил дальше на нью-йорк мне раз здесь с вами катались мы ездили на мотоцикле за газом благодаря кстати человеку который мне дал мотоцикл ему отдельная благодарность еще раз могилевчанину бывшему который уже живет сша долгие годы но конечно я бы не сказал что воспоминания меня как-то накатывает но это забавно конечно я здесь какой-то степени когда с этой лодкой решал вопрос уже так устал мне казалось когда он уже закончится когда я уже и куплю когда я уже на не выйду и это здесь вот пробки мне сожрали времени просто час на час стало больше тупо за пробок я почти уже подъехал на доставку одной машины на 900 куда еще есть при том что я опоздал на договоренности на час они мне должны заплатить соответственно есть сейчас не получится то я кину сейчас машину здесь у них просто закрою и и поеду выгружать остальную машину а завтра возвращаясь равно по этой дороге сделаю троп такой тоже здесь так уже сижу так ну вот вроде бы мне здесь надо машину играть пойдем посмотрим что-то все же есть бы чек отдали то еще прекрасно было бы ясно друзья все мы разгрузили тачку нас остается еще одна сейчас едем и и закроем все хлеба какой-то тей travel центр запарковали нашу тачку последнюю машину чувак не поднимает трубку кстати придется завтра заправляться опять за свой кэш потому что здесь почему-то в коннектику те нету трак стопов точнее я нашел один трак стоп пилот но он далековато немного пойдем посмотрим что здесь продается по еде хочется жрать и уже спать кстати здесь уже свежо поэтому надел батничек трак стоп такой кстати серьезно что у нас есть у нас имеется еда которая еще не готова сосиски которые только разморожились разморозились можно купить каких-нибудь каких-нибудь фиговин не очень полезных кофе кофе можно всегда попить или на любой гамбургеры видим какой-то здесь ресторан сейчас узнаем сколько он там стоит от ресторан здесь какой крутой короче сам накладываешь делаешь салат и берешь повыше здесь плачек и супчик самое то на вечер не сейчас будет вкусно кстати это стоит 15 14 долларов байка хорошо я так наелся сужи так странно что меня так держит я на самом деле не понимаю но я даже и спать не хочу сейчас вчера такой сладко сплю уже где-то час ночи или пол второго тут не чувак занят да я по вашей по машину по форду mustang доброе утро друзья мы на трак стопе здесь свежо солнышко сейчас двигаемся умываться как обычно кушать и опять голову на работу сегодня выгружаем mustang забираем еще вроде три тачки и едем уже в другой штат посмотрим что получится из этого успеем ли мы все о чем есть минус электронных часов то что их надо постоянно заряжать честно меня это не очень напрягает ну напрягает потому что если ты настоящий путешественник то у тебя гаджеты должны как можно больше держать батарею но мы погнали нам до следующей выгрузки целый час аж дороги сейчас не принять поэтому сдаем назад не забываем включать аварийку и будет все прекрасно ломать сейчас будем автомобиль ломаем главное там никого не сломать будет ломай меня полностью эти вот это те и когда и тут написано что въезд стоит 15 долларов я вчера въехал спокойно тут без шлагбауна поэтому просто въехал и также спокойно выехал не знаю схитрил ей не заплатил но как-то на трак стопе платить как-то честно это ну не совсем правильно потому что те ики например только здесь и нашел что они платные клемма здесь очень кстати похож на белоруссию мы находимся напомню в коннектикуте а это уже считаю практически наша чуть выше нью-йорка коннектикут находится и да здесь такие могут уже и березки появляться кстати одна березка была для чтобы вы понимали с правой стороны видим дам белая полоса и и пересекать нельзя желтую полосу ты можешь пересекать то есть двойную сплошную желтую полосу и там любые варианты одной сплошной желтой полосы ты можешь пересекать но очень часто везде написано и вот вы видите что практически здесь есть даже третий ряд то есть с правой стороны обочина но на ней написано energy c energy так но торн это значит нельзя поворачивать energy line the only energy stop то есть остановка только по чрезвычайной скажем необходимости поэтому если ты будешь стоять только копте подъезд про что у тебя все ли нормально то есть ты говоришь с машинку нормально подписаться ты не можешь здесь естественно за это будут тебя штрафа многие штатах за это даже можно и крем на получить потому что это будет как типа совращение или там сексуально когда это активность и видим что с по дороге принципе с большего чисто есть так небольшие некоторые салфетки но с большего все равно все же чисто кстати вейт-стейшн с левой стороны рабочая открытая он люди проезжают видите машинки ну сиси нету то есть полицейской тачки нету можно ее принципе пролететь не заезжая вот так что имейте ввиду что как нам у нас на обочине встать сделать какую-то красивую фотографию нельзя за это может ай-яй-яй сделать полицейский конечно может сказать о я пошел проверить там стяжки но все же надо иметь ввиду что если будет летать в этот момент дрона ты его посадишь и такой коп такой ага ну давай иди сюда короче здесь пацанчик обладатель мустанга парень очень молодой я хотел бы конечно вам показать его но к сожалению не совсем это получится они меня встретили я очень переживал чтобы не коснуться бампером и вот сейчас на данный момент вы можете лицезреть как отец сына сыном за 6000 долларов купили этот мустанг и вот сейчас вешают они номера прикол в том что здесь ты можешь машину поставить на учет не имея даже еще ничего на нее то есть получается что ты ее купил у тебя прислали документы title по почте ты пришел диньви ну или там какой-то документ регистрационный пришел диньви и все они как бы тебе просто отмечают эту машину что да все не надо сделать сверху номеров как у нас не работает так думал сейчас как заправлюсь здесь прикиньте стоимость дизеля уже три с половиной за галлон напомню один галлон 37 литра здесь бензин 33 доллара короче подороже в коннекте пути идем все заправляться видите как они интересно красят траву на то есть они краской что-то помечают для что-то должно что-то вырезано или что-то сделано у них интересная штука вставлен просто баллончик тягачит рисует что мы добрались видим home дипа тут непонятно какой-то съезд парковка пойду сначала пройдусь прогуляюсь посмотрю что получилось потом засада выезжать высоко поворот представьте как неудобно будет здесь какой-то салон по идее мы должны были сюда бы спуститься и там забрать тачку какой-то какую-то маздень мазденье там обычная mazda не знаю потому что вот так называемый день как чикаго есть какие-то вещи которые мне нравится коверкать смотрите . без никого заведенная запрыгивай и погнал далее сейчас ключики сказали за есть за чуваком он тебя сопроводит потому что у них очень такое часто бывает что ты должен забирать машину по одному адресу на те говорят эта машина стоит другом месте и это типа нет туда это очень неприятно особенно когда такое бывает при выгрузке ты выгружаешь тачку они говорят они сюда надо оттуда ты думаешь ну ладно когда 1 наказал у тебя их таких машин двери три и оказывается что ты нужен был вдруг на другом месте вот тогда неприятно вот мы заедем за этим челом а вот у них такое место где они паркуют машины ох какой аппаратик смотрите интерес на реставрация к дела ох какие сиденья у него смотри диваны вот это сидушка с ножками его видим что у нас есть кожа у них нету тракторов зимой а в основном на машины выцепляют такую хрень на пикап и вот это вот такая у нас сегодня маздень у нее 37 майлов срач грязь и и видно по трейдерину кто-то сдал и сейчас мы ее забрали такая же грязно не проплесывать ничего это прикольно когда люди так вот машину так сдают и им похеру на нее возможно эта машина забрал ее суд или там банк они не платили то есть разные бывают варианты так статья даже не на куда ее везти поэтому будем грузить на самый верх вот мы загнали так видим еще надо подъехать чуть поболее здесь есть видите косяк то есть она может трястись и этот пост можно ее пообломать вот она вроде грязненькая много очень скретчей стоит у нее может надо чуть-чуть назад все же подсдать этот кусок маленьким машины я обычно цепляю на 3 всего лишь тяжки они на самом деле не так уж важны ну то есть 4 это уже так за нато кстати все же отогнал ее правда ведь можно было чуть поближе 10 сантиметров 10 сантиметров можно было выиграть а еще важно то что цеплять за желательно за передние два колеса и одно заднее такая каменная порода классная здесь другой вообще климат мне кажется канада будет просто шикарнейшие многие говорят что аляска и канада там природа все эти заросли леса не найдем салончик nissan где мы заберем видно по трейдину subaru impreza посмотрим интересно будет наваливать она кстати у нас будет возможность еще даже катнуть это очень нравилось subaru потому что она выигрывала в ралли поэтому она скорее всего заряжена должна быть еще такая маленькая машинка но на механике и звучит очень прикольно сейчас мы на ней прокатимся что может сразу заметить очень короткоходная коробка передач смотрите вообще чик-чик круто нихрена она не наваливает какая-то она слабенькая друзья мы все дальше заезжаем чтобы опуститься конечно рампы говно и она видите длинный этот бампер сразу я даже не скажу до низкая машина но цепляет а мы загрузили и и правда потом будем двигать потому что еще раз пойдет цель и рада блин ну сразу такие классные деревья как-то прямо прикольно люди какой прикольный понтиак блин ну давай еще прощаемся о неплохо такой вариант да гоночник какой-то ну а вот смотрите ка салончиков мотоцикла сейчас мы туда зайдем с вами это даже очень интересно заберем тачку и пойдем и прикол я приехал сюда они говорят а у него не здесь в 50 минутах отсюда в нью-йорке я думаю отлично звоню своем диспетчеру говорю иди узнавай дальше он сказал хорошо смотрите там suzuki выстром мы пойдем сейчас посмотрим мотики а кстати это у нас suzuki выстром dl 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 1000 или 600 к вроде вот эти вот такой мотики торговал и я кстати рассматривая что он очень неплохой с abs а да смотрите у нее спецованные колеса да это литровый мод очень даже неплохо смотрится вот такой рассматриваю вариант для путешествия можно сказать что он достойный вариант потому что смотрите какая высота я понимаю что уход подвески не такой большой 19 передняя задняя 17 дорожный просвет достойный посадка великолепно и смотрится он обалденно жаль что я не выиграл торги а вот старая версия и это уже 650 к мне кстати был когда-то в стром у него были проблемы у корзины сцепления но все же это мотоцикл реально достойный для путешествия 650 кстати более экономичный на литра наезд меньше мощность у нее чуть меньше но зато вообразный не такая вибрация двойка хорошие мотики а сейчас посмотрим сколько он стоит новый я йо-йо-йо-йо охренеть 19 года стоит 8 900 а вот прикольный вариант это типа африка только 250 к интересно suzuki drz 7000 баксов представьте такой эндуро скемотик 7000 долларов у меня кстати был такой только см супер на вот на таком сиденье что вы понимали я сделал железную задницу и на этом мотике проехал на факер сэй мотофестиваль и обратно по кругу получилось что-то в районе 4000 километров ну что можно сказать конечно прямая посадка роль это 650 к опять же напомнил suzuki ну хочется конечно литровый но я вот смотрю вариант 650 кеша 9000 долларов новый мод в принципе конечно это не эндуро пусть специальные колеса это очень круто мне они нравятся вариант очень хороший кстати смотрится он тоже прикольно и abs есть сделали cancel silverado я должен был забирать пикап вроде бы как теперь едем за другой тачкой она как в 30 милях от меня но так как мне надо заправиться ехать на тракстав а еще распечатать такую одну бумажку гейпас типа такого вот так что сейчас двигаемся на тракстав 30 минут потом 30 минут примерно ехать до другой тачки и потом лететь еще 480 миль 7 часов езды как бы тоже не мало такие красивые места едешь вообще так офигеваешь озера такие возвышенности деревья такие все красивые мне даже интересно как насколько здесь прохладно зимой было ну болото просто шик реально запах такой приятный на улице еще я думаю вам понравилось да и вообще мотоциклистам понравилось сейчас по извилистой дороге вот по таким местным улочкам будем кататься жаль только еще не нашел место где бы дрона запустить потому что припарковать просто так мою дуру не получается охрененно сделано вот блин очень красивый штат иди налево да хорошо дорогая ну разве это не прекрасно мы заправились распечатали два дока которые нам надо взяли хот-догов летим дальше смотрю вон Ваньку Ефремова как он на энклоузе катается так как мы скоро уже начнем и он ездит вон на феррари какую-то старую старую сейчас забирал 80-го года прикольно ищу какую-то тачку ванька ванька мы уже давно кстати с ним не виделись прикольные тачки ну видишь говорит что возит он в итоге машины не все время энклоуз а в основном конечно они возят обычные машины и соответственно есть вопрос касательно выхлопа возможно что просто на три тачки будет гораздо выгоднее чем все же две а это тоже влияет раз у вас ограниченное есть время ну проверим 3 или 5 числа мы забираем прицеп и посмотрим как это будет все будет легко или нет херман я скоро пройду все штаты США он даже клен вставляете я кстати когда недавно начал изучать тему касательно канады было очень прикольно что ну клен же обозначен у них на флаге и кленовый сироп торжества именно в канаде сейчас мы едем за тачкой оказалось эта машина тоже не здесь надо ехать другое место и сейчас чувак сказал что мы поедем на его тачки там распишется потому что они до 8 работают и все в бой ну вот такая у нас тачка honda несколько у нее всяких повреждений конечно коцак этих а вот что хотел показать смотрите какая интересная фигня то есть это у нас ковш на гидравлике подключается здесь есть гидравлический насос который работает от электричества ковш поднимается регулируется поворот и вот на таком форде его обычно катают ну прикольно вот место трактора у них считается что дешевле вот такой ford купить стальная хрень самолетик или жужжалка вжиг так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok